Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем обсуждать, пожалуй, самый ожидаемый телесериал современности, я сейчас, разумеется, имею в виду «Властелин колец» от Amazon и New Line Cinema. Так вот, несмотря на уже ставшие достаточно распространенными разговоры о том, что новый проект покажет и расскажет зрителям историю молодого Арагорна, как сообщил самый авторитетный фанатский ресурс, все-таки данная информация пока не получила никаких официальных комментариев, а, соответственно, еще точно неизвестно, что же именно будут экранизировать создатели нового сериала. Именно об этом я и планирую сегодня поговорить, а именно, обсудить с вами топ-5 самых крутых тем для будущего сериала, основанного на вселенной Толкиена, которые выдвинули поклонники творчества писателя и которые имеют наибольшие шансы такие воплотиться на экране. Прямо сейчас мы поговорим о слабых и сильных сторонах каждой из тем, обсудим вероятность того, что экранизирует именно ее, вспомним об интересных моментах, которые, уверен, знают далеко не все. В общем, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, по поводу молодого Арагорна мы говорить в этом видео уже не будем. Кому интересно, у меня есть отдельный выпуск, посвященный данной теме, ссылка есть в описании и комментах, так что можете глянуть, кому интересно. Мы же переходим к другим, не менее захватывающим сюжетам для будущего сериала. И начать я предлагаю с истории Саурона, но еще до того, как он стал темным властелином, а также истории создания магических колец. Дело в том, что до всего этого Саурон, который тогда даже назывался иначе, водил дружбу с эльфами и, в частности, с владыкой Эрегиона Келебримбором. Именно Саурон научил его, как выковать кольца силы, семь для гномов и девять для смертных мужей. Тогда же Келебримбор в тайне кует еще три кольца для эльфов, тогда как Саурон, напротив, тайно создает одно главное кольцо всевластия, способное в будущем подчинить все остальные своей воле. Именно после этого, а также проявление злой сущности темного властелина, и начинается жестокая война между Сауроном с его сторонниками и эльфами, в которой гибнет и сам Келебримбор. И тем не менее, несмотря на это, благодаря вмешательству нуменорцев, темного властелина удается таки оттеснить, и он с остатками своих сил уходит в Мордор. Это если очень и очень вкратце. А по сути же своей данная история рассказывает о том, как именно, кем и почему были созданы кольца власти, как происходили изменения в образе самого Саурона и как именно он начал угрожать всему Средиземью. Плюс в данном сюжете есть много эпических баталий в стиле того, что зритель видел ранее и что он ждет от будущего сериала. Также уже знакомые зрителю персонажи, такие как все тот же Саурон, а кроме него Галадриэль и Элронд, могли бы однозначно вселить энтузиазм в поклонников трилогии Питера Джексона. Короче, данная тема масштабная, эпическая и безусловно способная заинтересовать зрителя, поэтому она и попала в данный топ. Но на этом мы не останавливаемся и идем дальше. А следом у нас не менее захватывающая история, повествующая будущим зрителям о любви Берина, смертного человека и эльфийке Лютиэна, трекшийся ради него от дара бессмертия. История-то настолько яркая, что даже не так давно было издано отдельной книгой, а на надгробии читы Толкинов также выбита Берин и Лютиэн. Так в чем же тут смысл? Дело в том, что любовь Берина и Лютиэн была классическим мезальянцем, и, конечно же, отец бессмертной эльфийки был против этого. Тогда он, как это часто бывает, хотя бы в тех же народных сказках, ставит дерзкому смертному условия. Он получит в жены Лютиэн, но только в том случае, если вернет обратно эльфам их драгоценный камень Сильмарил, источник власти и красоты из короны могущественного и ужасного Моргота, которому служил даже сам Саурон. По сути, задача эта была невозможной, но Берин все-таки нашел единомышленников и отправился в путь. В этом пути его подстерегало великое множество опасностей и испытаний, тут я не буду останавливаться на них подробно, в конечном же итоге Берин таки погиб в бою, но его возлюбленная вернула ему жизнь ценой собственного бессмертия, став по сути первым эльфом, умершим по-настоящему. Кстати, через многие века ее правнучка Арвен повторила нечто подобное, но уже для своего избранника Арагорна, такие вот дела. Почему данная история может быть хороша для сериала? Ну, во-первых, в ней есть четко выраженный конфликт интересов, который позднее трансформируется в потрясающее приключение. В нем есть и очень тонкая любовная история, что тоже по душе многим зрителям. Да, эти события происходили задолго до событий «Властелина колец», а из знакомых зрителю персонажей по сути есть только Саурон, поправьте меня, если я ошибаюсь. И все же именно, чтобы оторваться от той самой трилогии Питера Джексона и оградить себя от риска постоянного сравнения с ней уже, создатели будущего сериала вполне могут взять историю Берина и Лютиэн на вооружение. Плюс в ней присутствуют такие колоритные создания, как оборотни или даже вампиры, да и недавний выход книги подхлестнул новый интерес к этой истории любителей Толкина. В общем, тут у меня особо добавить нечего, так что движемся дальше. А дальше у нас история, основанная на еще одной не так давно вышедшей книге Толкина под названием «Дети Хурина». Общая стилистика этого произведения в целом отличается от «Властелина колец» или тем более «Хоббита», являя собой очень атмосферное и где-то даже темное повествование. Его события развиваются еще в первую эпоху Средиземья, а о сути их рассказ о приключениях и злоключениях детей Хурина, на которого наложил свое темное проклятие все тот же Моргат. С того времени с сыном Хурина Турином и его сестрой Ниенор творится много странных вещей. Например, Турин сперва был отправлен матерью на воспитание к эльфам. Затем он долгое время скитался, жил вместе с преступниками и убийцами, служил королям в качестве советника и генерала, случайно убил близкого друга, после чего слегка помешался. Но самое главное, Турин влюбляется в прекрасную Ниенор, не подозревая, впрочем, как и она сама, что они оба являются родными братом и сестрой. И только практически в самом конце истории Ниенор узнает правду, после чего уходит из жизни, что, впрочем, вскоре за ней делает и несчастный Турин. В общем, что тут скажешь? Если честно, то я лично очень удивился бы, выбери Амазон именно эту тему для их сериала, среди всех прочих. Все-таки уж очень она и по смыслу, и по стилистике отличается от всего того, за что широкая общественность любит творчество Толкина. Тут я сказал бы, тема скорее для гурманов и тонких знатоков. Хотя, с другой стороны, история-то отличная, напряженная, очень яркая и правдивая, без лишнего налета фэнтезийности, я бы сказал, что-то ближе к Игре Престолов. Кстати, забыл упомянуть, как и в ней, в Детях Хурина есть дракон по имени Глаурун, которого в итоге таки удается убить Турину, свершив тем самым один из великих подвигов своей эпохи. В общем, рассказ этот уж точно не заурядный, и он вряд ли затеряется среди других тем. Мы же тем временем продолжаем. И у нас четвертый вариант, предложенный фанатами, повествование об Элленделе и его сыне Исилдуре. История этих славных мужей тоже очень увлекательная, и по большому счету основанная она на противостоянии с Сауроном во время его возвеличивания в Средиземье. За это время перед глазами зрителя должно будет пройти огромное количество битв, союзов, хитросплетений и интриг, ну а апогеем всего станет великая битва против тьмы, которую мы мельком видим в самом начале Братства Кольца, и во время которой Эллендел погиб, а его сын Исилдур отсек пальцы темному властелину вместе с Кольцом Всевласти. Дальнейшую историю Исилдура, думаю, большинство знает. Он отказался уничтожать Кольцо, попал под его власть и в результате был убит орками, с чего и началась вся история трилогии. Что можно сказать насчет этой темы? Она будет, пожалуй, самой зрелищной из всех остальных. Обилие битв в совокупности с заоблачным бюджетом в чуть ли не один миллиард долларов даст возможность сотворить на экране просто лютый эпик. Что же касается всего остального, в принципе, тут тоже есть где развернуться. Вашему вниманию и подчинение Сауронам Средиземья и объединение его противников и, наконец, решающий бой. Единственное, что уже заранее известная концовка всей истории может, скажем так, не очень-то вдохновить часть потенциальных зрителей, но это, пожалуй, один из немногих минусов данной темы. Ну и, наконец, завершающую пятую тему для будущего сериала из многообразного и потрясающего мира Толкина я хочу, чтобы сейчас вы написали в ваших комментариях, какая, по-вашему, из не вошедших в это видео тем может стать самой подходящей, увлекательной, дабы посвятить ее экранизации целых пять сезонов и самый крупный бюджет за всю историю телевидения. Пишите свои варианты вместе с обоснованием такого выбора в комментариях и теме или темам, которые наберут больше всего голосов, я потом посвящу отдельный выпуск со ссылкой на комментарии. Так что жду ваши варианты, ведь это видео подошло к концу, так что, пожалуй, нам с вами пора прощаться. Если вам было интересно смотреть, жмите лайки и подписывайтесь на наш канал, кто на него еще не подписан. Также напоминаю вам не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход свежих видео. Ну а прямо сейчас вы можете посмотреть и другие наши выпуски. Что же, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Уже очень скоро мы с вами увидимся вновь. А пока что, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok